Дорогие друзья, всем привет! С вами канал Индубай, меня зовут Анна. И мы сейчас находимся в Дубае, в таком уютном, приятном кафе. И мы продолжаем цикл видеорепортажей, видеоинтервью, который уже вошел в традицию нашу. И это видеоинтервью я сегодня встретилась со Славой Шаховым. Он приехал в Дубай и поступил учиться в университет. Во всеми известный и любимый, как вы, наверное, уже заметили, австралийский университет. Как мы познакомились со Славой, это очень интересно. Если вы помните, несколько видео назад, если вы вернетесь к нашему YouTube-каналу, то вы найдете видео, которое было посвящено тест-драйву вот этих крутых супер-мотоциклов Холланда. И Слава как раз пришел на это мероприятие, и мы там с ним познакомились. И оказалось, что Слава успешно приехал в Дубай и поступил в университет, и сейчас ведет так называемую студенческую жизнь в Дубае. Я думаю, что это видео будет интересно тем, кто планирует учиться за рубежом, те, кто ищет возможность сейчас себе университет, куда поступить, кто планирует переезжать в Дубай именно способом поступления в университет. Также, наверное, возможно, это видео будет интересно родителям тех детей, которые планируют отправить своих детей учиться в Дубай. Особенно моей маме. Какие вопросы я спрошу? Я думаю, в этом интервью будут такие вопросы, касающиеся каких-то бытовых вопросов, и, конечно, будут вопросы о том, чем отличается обучение, как оно происходит, как поступить в университет, ну и много-много интересного. Обязательно оставайтесь до конца и смотрите до конца наше видео-интервью. Слава, привет! Привет! Расскажи, как про себя немножечко, чем ты занимаешься. Меня зовут Слава, как все поняли, мне 19 лет, я уже полтора года учусь в Лангонском университете. Собственно, это время я и живу здесь постоянно, в Дубае. Мне очень нравится, и я думаю, что я уже успел почувствовать себя здесь как дома. Потому что, хотя, наверное, можно с самого начала почувствовать себя здесь как дома, когда только прилетаешь из-за русского языка, русской речи повсюду, людей, которых ты видишь каждый день. Но есть, на самом деле, ряд причин, по которым можно сказать, которые способствуют такой акклиматизации. Например, та атмосфера, уникальная атмосфера этого города, в которую сливаются люди более чем в 100 национальностей. Лично меня это подкупило, потому что мне всегда были интересны люди, всегда интересны обычаи, культура, девушки, традиции. Поэтому для меня это был один из самых важных аспектов для выбора университета. И вторая сторона, то, что в Дубае очень развита инфраструктура. Здесь удобно, здесь хорошо, есть куда сходить, что сделать. И город не стены, а люди, а здесь отличный баланс между людьми и стенами. Ты сразу приехал или ты до этого... Нет, мы отдыхали здесь с мамой, с родителями. Я просто присматривался к университетам, увидел, что здесь, на самом деле, достаточно много филиалов британских университетов, здесь аэрод австралийский. И я останусь на этом, потому что он, на самом деле, с такой очень тёплой атмосферой. Очень интересные преподаватели, очень много людей. Нездавно, кстати, он был признан 22-м в мире среди молодых университетов. Вот, поэтому два важных аспекта, это то, чтобы мне нравилось жить, и чтобы мне нравился университет, они были выполнены. Почему ты решил учиться за рубежом, и почему именно Дубай? Сравнивал ли ты Дубай с другими разными городами, с другими университетами? Да, мне всегда было интересно не останавливаться в рамках какой-то своей страны, всегда было интересно что-то познавать, что-то новое, новые места, новые люди. Мне хотелось учиться в Англии, я даже ездил на языковые курсы. Я подумал о Австралии, но, как я уже сказал, Дубай меня подкупил своей уникальной атмосферой, то, что здесь собраны все, то есть это, конечно, было самым главным преимуществом. И я выбрал австралийский университет, то есть в любой момент я могу уехать, перевестись, и вдруг что. Вот, поэтому я все взвесил и подумал, что в данный момент, в данное время это правильное место для меня. Здорово. Такой вопрос, который, я думаю, волнует очень многих. С какими трудностями тебе пришлось столкнуться за эти полтора года жизни здесь, в Дубае? Я бы не сказал, что я столкнулся с ужасными какими-то трудностями, я бы сказал, что что-то непривычно было для меня. Например, это, как правило, в России или в странах СНГ города, они пешеходные. Дубай, он частично пешеходный. То есть передвигаться из района в район или там прогуляться не всегда получается, потому что, несмотря на хорошую транспортную инфраструктуру, несмотря на метро и автобусы, иногда очень легче было бы иметь свою машину или воспользоваться такси. И ещё, наверное, пешим прогул повышает климат. Сейчас, конечно, он прекрасен для этого, а иногда всё-таки немножечко жирковато. Хотя ко всему мы, наверное, привыкаем. Климат и транспортный вопрос, наверное, самый неудобный для меня, но я бы не сказал, что это огромная трудность. Я думаю, наверное, когда только заканчиваешь школу, первый вопрос, который витает у многих в голове, как сложно поступить и что там. Расскажи про свою историю поступления. Этот вопрос витал у меня в голове, особенно про все легальные вопросы и как же оформить эти документы, и как это я буду разговаривать на английском. И это же страшно, эти люди, которые будут всё это у меня спрашивать. На самом деле это очень легко. Для поступления сюда не нужно очень много каких-то там махинаций или операций. Нам нужен просто аттестат наш обычный школьный и сдать экзамен по английскому языку. После этого просто это нужно легализовать достаточно легко. Я думаю, вы это знаете. А потом университет всё делает за вас. Вы приезжаете, даёте документы. В течение каких-то, по-моему, трёх дней мне ответили, что поступил я или нет. Потом они выдали инструкции, что сделать по визе. Хотя, в принципе, делали всё они. Я пошёл туда, сдал кровь, отдал паспорт, всё. По поводу жилья всё то же самое. Можно жить, скажем так, в общежитии. Тут будет стоять университет. Тоже они за вас решат все вопросы. И поэтому, то есть, это не так страшно, как кажется, учиться там в чужой стране или ехать сюда. Как съездить в соседний город? Если я правильно поняла, при поступлении в университет нужно сдавать экзамен по английскому языку, да? Да, это правда. Насколько это сложно? К чему нужно быть готовым? Какого уровня английский язык нужно? На самом деле, очень стандартные экзамены, это либо IELTS, либо TOEFL. Я сдавал IELTS. Нужен уровень, в общем, максимум, что можно получить в IELTS, это 9. В университете нужно 5,5. То есть, достаточно средний уровень. И того, что преподают в школах, я думаю, почти достаточно. То есть, можно брать какие-то уроки, немножечко подготовиться. И это на самом деле не очень страшно. По поводу аккомитизации какой-то, конечно, может не хватать английского с самого начала. Потому что люди, которые вокруг тебя, они, как правило, говорят всю жизнь на английском. Или преподаватели, они используют какие-то такие специальные слова, которые ты не проходил в школе или ещё где-то. Ну, в течение, наверное, полутора месяцев или двух я аккомитизировался и уже настало достаточно легко. Так что это не особо сложно. По поводу экзаменов, IELTS и Apple, структура очень понятна. Всё это есть в интернете, поэтому можно узнать. Это можно знать даже у нас в университете. Наверное, тем студентам, которые сейчас учатся, возможно, в России, в других странах, им, наверное, будет интересно узнать, чем система обучения отличается в Дубае от, скажем, системы обучения у тебя на родине. Можно как-то вот об этом осветить, рассказать? Это достаточно интересный вопрос, потому что, когда я ехал в университет, я особо, кстати, не спрашивал там про систему образования, или как у нас будут проходить лекции, или что мы будем делать. И когда я приехал, меня это приятно удивило. На самом деле, так как у нас университет австралийский, мы учимся по всем стандартам Австралии, и также мы аккредитованы в Эмиратах, вот, и австралийская система образования, она схожа с баллонской системой. Я думаю, в наших странах сейчас это нашумевшая тема, когда мы стараемся там подходить под Европу, вот это всё. У нас, на самом деле, всё одинаково, как в нашем университете, как и в России, там у нас есть лекция, у нас есть практика. Самое интересное, что мы делаем сами своё расписание. Нам даётся лист доступных лекций по предмету, лист практики, там, например, 5 возможных вариантов, и вы выбираете, какое вам удобно, то есть это то, что подкупило меня в этом университете. На самом деле, это не везде, и даже не везде в Эмиратах. Я думаю, что это самое главное отличие. Остальное всё, как и у нас, выходите на лекции, выходите на практики, стараетесь, учитесь. И, на самом деле, это не так страшно, как кажется в самом начале, то есть как-то учиться там на лестном языке или совсем другая система вызывания. Нет, это всё почти то же самое. Я бы сказал, что просто не нужно запускать предметы, стараться быть сфокусированными после каждой лекции, и тогда всё придёт как масло. А сколько длительности обучения? Как правило, бакалавр 4 года, можно закончить за 3. В нашем университете есть такая опция, если вы учитесь летом, то можете закончить за 3, даже там за 2 года, 9 месяцев. То, что пытаюсь делать я сейчас. А сколько тебе ещё осталось учиться? Полтора года. Ещё полтора года. То есть, если всё пойдёт хорошо, то полтора года, и за 3 года я уже буду бакалавром. Ещё хотела спросить, на каком именно факультете, на какой специальности учишься, и почему я выбрал именно эту специальность? В нашем университете такие три направления специальностей. Это бизнес-направление, инженерия и компьютерные науки. Я выбрал бизнес-направление, потому что это то, что подходит мне, техническое – это не моё. Бизнес, на самом деле, он подразделяется на очень много подкатегорий, если угодно. Это маркетинг, это просто менеджмент, это международный бизнес, это деловое администрирование, управление персоналом, также бухгалтерия, финансы. На самом деле, такая большая палитра специальностей. По поводу технических я вам очень много не могу сказать, но я знаю, что там тоже что-то есть с медиа, что-то с телекоммуникациями. В общем, всё это интересно, и да, я больше не помню, что это взаимоотно. А ты чем именно занимаешься? Какой у тебя бизнес-направление? Моя специальность – это управление персоналом, то есть HR. Это специалист в области кадров, подбора персонала, увольнений, тренингов и всего-всего прочего. Хорошо, это здорово, что ты учишься, и мы желаем тебе, чтобы ты осуществил свои цели, задачи и быстро-быстро закончил университет, как ты запланировал. Такой следующий вопрос, наверное, который я хотела бы спросить. Как ты проводишь свободное время здесь, в Дубае? На самом деле, мне всегда нравилось проводить время активно, какой-то активный отдых, спорт, такие развлечения. И с этим в Дубае в полный порядок есть куда сходить, какие-то фитнес-клубы, там очень много у них разных активитей, если вы можете заниматься на открытом воздухе, либо внутри, аквапарки, какие-то сафари. Это всё, что мы делаем, всё мы это делаем, можно поехать в Абу-Даби, в Феррари-парк, просто парки. Я, кстати, бы посоветовал побольше, там, с туристом побольше ездить в парки, потому что мне кажется, что в них Дубай раскрывается как-то по-другому. Там очень классно жарить барбекю, рядом пляж, и всё очень, и зелёная трава, и деревья, это очень классно. Конечно, Дубай такая столица еды, я бы сказал, то есть кафе, это то, что мы любим, то, что я очень люблю. На пляж я не хожу, потому что я когда ехал в Дубай, я думал, ну хорошо, я буду ходить каждый день на пляж, я буду загорелый. И вы видите, я, наверное, даже побелел в Дубае больше, чем я был в России, потому что я не знаю, у меня почему-то выбилось это желание, и если я схожу два раза в месяц на пляж, то это хорошо. Вы, наверное, заметили, что все наши интервью, они чем-то отличаются друг от друга, отличаются разными вопросами, но всё зависит от того, чем человек занимается и в какой области именно он может раскрыть тему. Ну вот недавно у меня возникла идея, что внутрь интервью мне захотелось внедрить такой список вопросов, назвать его такой блиц-опрос, на который человек может ответить быстро, и вопросы эти будут касаться именно бытовых таких вопросов, бытовых тем, которые, я думаю, будут интересны очень многим. Надеюсь, Слава сейчас мне ответит на эти вопросы. Я надеюсь, если вопросы очень каверзные. Постараюсь задать не очень каверзные вопросы. Сколько денег нужно в месяц, чтобы прожить в Дубае? Ну, если просто прожить, то, наверное, не очень-то и много. А чтобы чувствовать себя хорошо, можно было, сказать, поесть, погулять, в общем, без всяких забот. Я думаю, что тысяча долларов – это такая очень оптимальная и безопасная сумма. А жильё включено или нет? Нет. Ну, по поводу жилья тоже зависит от ваших вкусов, возможно, вы снимаете с кем-то жильё или нет. Я думаю, что средняя сумма – это тысяча долларов в месяц, наверное, тоже на жильё, для достаточно хорошей Residential Unit. Как обстоят дела с медициной в Дубае? С медициной? Да. Честно, я не знаю. Я ни разу не ходил к доктору здесь. Но у нас есть… Университет нам предоставляет стоповку, мы можем ходить в госпитале, там, они нас будут лечить и всё-всё-всё, но я не скажу, если честно. Ну, это здорово. Мы желаем, чтобы ты никогда не встречался с медициной, да? Спасибо, я вам такого желаю. Можно ли без знания английского языка переехать в Дубай? Ну, как вам уже отвечали? Переехать можно и уехать. Но на самом деле английский нужен. Всё зависит от того, где вы работаете, чем вы занимаетесь. Мне кажется, что для некоторых людей их хватает только приветных дела, они разговаривают тут на русском и живут. Но если вы собираетесь заниматься какой-то более-менее серьёзной деятельностью, то английский действительно нужен хотя бы на уровне среднего или выше среднего. Кому не стоит ехать в Дубай? Ну, не стоит ехать в Дубай? Да тут, на самом деле, очень гостеприимная страна. Честно, я не знаю, но нужно подумать. Если вы не гибкий человек в плане того, что вы не готовы адаптироваться под местные обычаи, законы или уважать чужую культуру, то вам не стоит ехать в Дубай. Как осуществить переезд? Твой сценарий по шагам. Съездить, просто отдохнуть, присмотреться, вам должно понравиться место, а потом, если есть какие-то вопросы, найти нужных людей, найти у них ответы. Я думаю, для этого и существует ваша группа, ваш паблик. И, собственно, как я уже говорил, это то же самое, как поступить в иностранный университет в уехать в страну. Это, на самом деле, легче, чем кажется. Как для тебя климат в Дубай? Ко всему привыкаешь, поэтому сейчас, как я сказал, я уже успел почувствовать, что Дубай на четверть стал моим домом, поэтому я не против жаркого климата или еще чего-то, но я люблю более-менее январь-февраль. Плюс 28 днем, плюс 20 вечером, литерат, можно гулять, можно жить и дышать. Почему у людей не получается переехать в Дубай? Я знаю несколько людей, которым не хватило какой-то выдержки, что ли. Они приехали, или силы воли они приехали, поработали полгода и бросили это. Тем не менее, я знаю одного парня, который вот сейчас должен прийти, он приехал, у него была отличная сила воли, он уже с ним, у него вторая работа, он пошел на повышение, и ему очень нравится. Бытует такое мнение у многих людей, что одиноким здесь очень сложно, и что очень сложно найти свою вторую половинку здесь в Дубае. Что касается именно таких любовных вопросов и девушек, хотелось бы у тебя узнать тоже. Твое мнение. Странно, почему вы спрашиваете, но у меня. По поводу найти свою вторую половинку, я бы сказал, что это зависит от вас. И по мне так легче, ее туда идти легче здесь, потому что здесь, как я сказал, более стациональные, если на вкус и цвет, на любой вкус есть. На самом деле, здесь все очень в хороших рамках, и поэтому мне очень нравится то, что, ну, если говорить открыто, тут нет вот этой открытости, которая есть в некоторых странах, и поэтому это делает какие-то отношения с противоположным полом интереснее и загадочнее, если угодно. На этом наш вопрос подошел к концу, и последний вопрос, который я хотела бы у тебя узнать, это твои советы тем ребятам, которые едут в Дубай, получают высшее образование. Получают высшее образование. Я думаю, что первое, это вы должны выбрать то, что вам нравится. Да, я говорю, там, о специальности в факультете и университете. И второе, просто не бояться, все-таки люди приезжают, чтобы получить образование, стать лучше, найти дальше себя в жизни. Не бояться идти вперед, не бояться что-то узнавать, познавать. И самое главное, как я уже говорил, не запускать. То есть, если все будет, скажем так, пошагово, step by step, то все будет намного легче и проще. Если есть какие-то вопросы, всегда люди могут мне написать в контакт по поводу университета, потому что все интервью у меня такое чувство, что я что-то не сказал про университет, и мне прям хочется разрекламировать. Я уже сказал, что он 22 в мире, да? Да, сказал. Вот. На самом деле, университет действительно очень хороший, достойный, поэтому если есть какие-то вопросы, очень важная штука по поводу совет, или моё видение этого всего, мне кажется, что в условиях сегодняшнего мира нам нужны мировые специалисты, и люди, которые будут понимать разных людей, людей разных национальностей или культур. Я думаю, что наш университет как раз готовит таких специалистов, не из-за того, что я очень люблю свой университет, а просто вы можете посмотреть курс-дескрипшн, посмотреть, что мы учим, и просто посмотреть на диверсифицированное общество в Эмиратах. То есть вы уже живёте в этой атмосфере, наверное, в атмосфере будущего, потому что, с моей точки зрения, весь мир таким и будет, где не будет каких-то границ, и люди разных национальностей смогут поехать туда, работать здесь. Спасибо огромное, Слава! Из этого интервью, я думаю, что мы вынесли очень много таких ключевых моментов, и особенно, наверное, такие моменты именно поступления университета. Для себя я очень много узнала, за что я тебе во многом очень благодарна. Хотела бы спросить, если кто-то из наших зрителей сейчас, посмотрев это интервью, вдруг захочет с тобой познакомиться, спросить какие-то вопросы, может быть, узнать подробнее про университет, открыт ли ты к общению, можно ли с тобой связаться. Я тоже очень благодарен вам, спасибо, ребята. Конечно, мне можно задать вопросы, связаться со мной с 9 до 5, на самом деле, я шучу, ВКонтакте, поставим ссылку на мою страницу, я думаю, вот это описи, просто я не помню адрес. Хорошо, мы обязательно дадим в описании к этому видео ссылочку, и ребята тогда смогут добавить в друзья в ВКонтакте и написать. Друзья, обязательно загляните в описании к этому видео, мы дадим ссылочку на контакт с Лавой, и вы сможете с ним связаться и пообщаться, а также в описании к этому видео вы найдете пару очень полезных ссылок, это наши предыдущие видео с Александрой и с Айгерим, они тоже учатся в Австралийском университете. И я думаю, посмотрев вот эти три видео, у вас сложится такая картина общая, и вы сможете уже сделать для себя какие-то выводы, ехать вам в Дубай, поступать в университет или нет. С вами была Анна, канал НДУБАЙ, всем хорошего вечера, увидимся в Дубае! Субтитры сделал DimaTorzok